Мусульмане Украины решили объединиться и работать на благо государства. Свою готовность задекларировали в хартии «Мусульман Украины», которую подписали в Киеве 40 религиозных и общественных организаций. В документе сформулированы основные принципы ислама в контексте современного украинского общества. Как они будут воплощаться, узнавали наши корреспонденты. Способствовать евроинтеграции Украины, активно участвовать в политической и культурной жизни страны, внедрять здесь передовые решения исламских ученых, не препятствовать межрелигиозным бракам, пообещали мусульманские организации Украины. Взамен хотят лишь некоторых изменений в законодательстве. Одна из первых инициатив, которую хотят узаконить мусульмане, это присвоение двум праздникам Ураза Байрам и Курбан Байрам статуса государственных. Также одна из приоритетных задач – отстоять права женщин-мусульманок. Подписать хартию «Мусульман Украины» приехали представители религиозных организаций почти со всех регионов страны. Присоединиться к соглашению приглашали представителей украинского правительства, пока откликнулось только Министерство культуры. Но создатели документа уверены – вскоре присоединятся и другие госорганы. Самые, наверное, яркие, важные моменты в хартии судьбоносной – это то, что мусульмане Украины на сегодняшний день готовы проявлять гражданскую активность, быть неотъемлемой частью этой страны. Они считают эту страну, это государство своей родины. Согласно хартии, мусульманские организации обязуются в спорных ситуациях искать компромисс. Такая консолидация усилий, считают эксперты, поможет скорее достичь конструктивного диалога с властью. В государственном плане следует ожидать того, что представители госаппарата поймут, что у нас много исламских организаций. Государство увидит в украинском исламе некоторый плюрализм и будет привлекать его представителей к разным официальным мероприятиям. В процессе обсуждения и подписания хартии возникла еще одна идея – создать совет мусульманских организаций, который проконтролирует реализацию всех пунктов документа и самое главное – станет посредником между мусульманами и правительством Украины. Анна Пеначук, Михаил Мишенко, специально для Хабар-24, Киев, Украина.